Через 20 лет природные ресурсы на Земле начнут иссякать. Эксперты забили тревогу на международном энергетическом саммите, который проходил в Абу-Даби, столице Арабских Эмиратов. По мнению специалистов, уже сейчас нужно заниматься поиском альтернативных источников энергии, так как 80% используемых источников на Земле – это природные ресурсы. Работа саммита, продлившаяся два дня, завершилась. Сегодня последний день выставки, организованной в рамках мероприятия в павильоне «Астана-Экспо» и посвященная непосредственно этой теме. Современную жизнь трудно представить без света. Однако придет время, когда ресурсы иссякнут. Наступит час икс и для традиционных источников энергии. И этим озабочены во всем мире численность населения Земли растет. Соответственно, увеличивается количество потребителей энергоресурсов. Если уже сегодня не начать поиски альтернативных источников энергии, то завтра, когда запас ископаемых ресурсов иссякнет, будет уже поздно. Именно этому посвящен проходящий в эти дни в Абу-Даби ежегодный саммит. Его участники, политики, ученые и эксперты обсуждают пути поиска источников энергии будущего. В настоящее время 80% источников энергии – это природные ресурсы. За прошедшие 20 лет эта цифра не изменилась. Нельзя сидеть сложа руки, нужно заниматься поиском новых источников. Другая возможность – это атомная и возобновляемая энергетика. Так, на западе Казахстана добивают нефть и газ. На севере – уголь. В южных регионах вырабатывают энергию, солнце, ветра и воды. У Казахстана большие возможности. Я думаю, Экспо-2017 покажет вам не только перемены в Казахстане, но и, объединив усилия всех стран Евразии, позволит ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы построить экологически чистый город. Представители международных энергетических агентств предлагают начать строить экологически чистые города. На данный момент таким может назваться лишь один город. Это Маздар на окраине Абудаби – самый чистый и зеленый населенный пункт в мире. Казахстанская делегация, которая готовится к проведению Экспо-2017, специально посетила этот город, чтобы изучить, как он организован. Дом здесь получает энергию от солнечных батарей, по зеленым улицам ездят бестопливные эко-машины. Организация по финансированию мировых ноу-хау изъявила готовность поддержать и казахстанские проекты в области альтернативной энергетики. В течение этих двух дней были проведены ряд переговоров с потенциальными инвесторами. А что более примечательно, были компании, которые готовы рассмотреть возможность с трансферной технологией в виде создания бизнес-центров и инкубаторов при подготовке проекта Экспо. У казахстанского стенда «Астана Экспо», знакомящего с основной тематикой энергии будущего, останавливается немало посетителей. По словам организаторов, очень важно, что Казахстан принимает участие в мероприятии, стимулирующем привлечение инноваций и инвестиций в сектор чистых технологий и возобновляемой энергии. Так как выставка служит хорошей платформой для привлечения будущих участников в Казахстан на Экспо. В мае этого года в Астане пройдет саммит лидеров мировой энергетики. Всемирный энергетический совет к нему готовится уже сейчас. На этом саммите будут рассмотрены вопросы Экспо-2017. На наш взгляд, вопрос энергии будущего подняли своевременно и очень правильно. Потому Всемирный энергетический совет и ассоциация Казэнерджи приложат все силы для развития стабильной энергетики. Тема Экспо не нова для Абудаби. Международная выставка здесь проводится шестой год подряд. И эмираты готовы оказать помощь в организации выставки Экспо, которая будет проходить в Астане. И в Астане в 2017 году арабская страна, построившая самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, непременно удивит посетителей своим павильоном. Дания Рымазанов, Талғат Амангельдин, Рубалат Туспайлы Ержан Канапияулы, Абудаби.